Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на видеообзоры от Паблита. Сегодня речь пойдет о зарядных устройствах, а в частности, пауэрбанк от известной в поднебесной фирме Гуа-Гуа. Модель называется 032. Давайте познакомимся с ней поближе. Данный пауэрбанк поставляется в такой вот аккуратной коробке. Видите, она практически как аквариум. Внутри видно содержимое. На задней части имеется техническая информация и о том, для чего предназначено данное зарядное устройство. Внутри, в прозрачном поддоне, находится, собственно, пауэрбанк, инструкция и шнур USB-MicroUSB. Давайте уберем ненужное и начнем знакомиться. Данное устройство небольшого размера, такое вот, как прорезиненное на ощупь. Удобно лежит в руке, даже в мокрой оно не выскользнет. Органами управления служит кнопка, расположенная на торце, которая активирует фонарь, что тоже немаловажно. И при этом активируется четырехсекционный дисплей, который показывает уровень заряда батареи, который данного устройства, емкость составляет 7-800 мАч. Сейчас на торце располагается, собственно, диод фонаря, вход microUSB и два порта полноценных USB с выходами 1 А и 2 А, что очень удобно, особенно 2 А для заряда яблочных устройств и других планшетов, которые потребляют больше энергии. За счет этого, кстати, время заряда сократится. Вот такое вот устройство. К нему, как я говорил, идет шнур для заряда. Чем можно заряжать данное устройство? Любой подойдет источник питания, у которого тоже есть USB. Это может быть компьютер, планшет, другой Powerbank, если у вас нет возможности зарядить этот, а нужен, небольшой источник питания. Или, как в нашем случае, зарядное устройство с таким же гнездом. Сейчас мы включаем, заряд идет, активируется дисплей, который показывает степень заряда, и вы видите, внутри горит красный светодиод. Когда он потухнет автоматически, соответственно, это будет указывать на то, что устройство полностью заряжено, отключилось от сети и готово к работе. Единственное, что вы должны давать себе отчет, что у устройства достаточно большая емкость, поэтому заряд его может составлять несколько часов. Итак, давайте попробуем посмотреть, что мы можем зарядить от данного устройства. Вот наши фигуранты, которыми мы будем пробовать сегодня зарядить. Итак, книга. Вставляем в гнездо 1 А штатный шнур и подключаем его к разъему microUSB. Заряд пошел, о чем символизирует красный светодиод, расположенный в торце книги. Книгу можно зарядить до 10-12 раз. Это удобно. Устройство маленькое. И, в принципе, если вы поехали на природу, на дачу, и там нету света, вы не останетесь без своих любимых книг. Следующим нашим устройством будет камера GoPro. Это тоже необходимый и важный аксессуар. Единственное, что не забывайте к нему свой шнур, потому что у него miniUSB. И при подключении камеры устройство через некоторое время начинает заряжать ее. Камеру можно зарядить тоже несколько раз, что, в принципе, удобно. Видите, что по сравнению с камерой устройство небольшое, достаточно легкое. Следующий наш фигурант – это iPhone. Для того, чтобы ускорить процесс, мы можем его как вставить в порт 1 А, так и 2 А. Давайте здесь попробуем 1 А. Включаем. Заряд пошел. Мне хватило этого устройства зарядить iPhone 2-3 раза. В принципе, это хороший показатель. Еще одно яблочное устройство – это планшет. Для того, чтобы зарядить планшет, мы с вами вставим шнур в 2 А гнездо. Я его открою, чтобы вы видели, что идет заряд. Вставляем разъем. Вот. Так. Тоже пошел заряд. В принципе, хватит какое-то время поддержать ваш планшет на плаву. И самое у нас крайний наш гость – это колонки. Портативная музыка нужна на природе. Сейчас попробуем проверить, будет ли заряжаться. Колонки. Да. Видите, светодиод загорелся. Заряд пошел. В целом, хочу подытожить. Устройство удобное при небольших размерах. Имеет достаточно большой запас энергии. В принципе, оно будет удобно всем, кто любит активные виды спорта, но не хочет носить с собой тяжелые источники питания. Также рыбакам, охотникам, любителям туризма. Все практически ваши устройства, оно зарядит. Более детально об этом устройстве, о других изделиях от этого нового интересного бренда, который завоевывает Украину, я расскажу вам в своих обзорах. Спасибо, что остаетесь с нами. Читайте блог, подписывайтесь на видеоканал. У нас каждый день новые новости. Всего вам доброго и до новых встреч.